МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы готовы рассказать вам о самых значимых событиях дня. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии ТТВ Бабаян. В России отметили 81-ю годовщину со дня образования военно-морского флота. Главный морской монумент Самары – памятник Соловецким Юнгам на первой очереди набережной. Там возложили цветы в памяти о тех, кто посвятил жизнь морю. Памятник посвящен подвигу ребят, которые в военные годы были зачислены в школу Юнг. Из Койбышевской области через эту школу прошли около 700 мальчишек. Больше половины не вернулись с войны. В церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы, Герои России Владимир Шаманов и Игорь Станкевич. Военно-морской флот в сердце каждого волгаря. И не случайно сегодня мы собираемся здесь, на аллее Соловецких Юнг. Российский флот, сохраняя верность присяге Андреевскому флагу, стоя на защите рубежей нашего государства, добился того, что Россия является крупнейшей военно-морской державой. Так было, так есть и так будет. Сейчас в губернии проживает пять ветеранов, прошедших суровую школу Юнг. Военная закалка позволяет им и сейчас, несмотря на возраст, вести активный образ жизни. В парке Победы Тольятти героям-морякам посвятили памятный знак. В открытии памятника принял участие глава города Сергей Анташев и другие почетные тольяттинцы. Инициаторами установки памятника выступила региональная общественная организация Союза моряков и морских пехотинцев «Морское братство». У нас открывается памятный знак героям-морякам, знак уважения к морскому братству. И хочу поздравить всех людей, причастных к этой профессии военных моряков, с таким праздником пожелать мира, добра и благополучия. Наш флот всегда был отважным, сильным, потому что мог сопрягать свою жизнь, свою волю, мудрость вместе с верой. Недаром флагом военно-морского флота является флаг и крест Андрея Первозванного. Многие моряки имели счастье служить нашему народу, Отечеству и Богу, не раздвигая это в разные стороны, а наоборот, понимая, что только с Божьей помощью, силой, мудростью можно победить врага. После награждения заслуженных моряков состоялась церемония перерезания ленты, в которой участвовал почетный ветеран Самарской области Петр Шмондин. АвтоВАЗ объявляет о начале отгрузок новой специальной версии популярного универсала «Лада» «Ларгус Кросс Квест». Автомобиль в специальном исполнении «Квест» получил новые эргономичные передние сидения, улучшенную шумоизоляцию, оригинальные колесные диски, черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением названия специальной серии модели. Просторный салон с тремя рядами сидений стал еще комфортнее. Внешне «Лада Ларгус Кросс Квест» отличается новым дизайном колесных дисков. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии. Коротко о ситуации с COVID-19. Заболевших все меньше. У 37 человек в Самарской области подтвердили вирус. При этом больше всего в Самаре, 18 человек в Тольятти, всего двое. И вот как ситуацию с заболеваемостью в регионе прокомментировал руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Самарской области, главный врач медгородка Николай Ренц. Добрый день. Уважаемые жители Самарской области. Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется и наблюдается устойчивая тенденция к ее снижению. Сегодня фиксируется 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 случай был отмечен в воскресенье и 39 в субботу. Более половины всех заболевших, а это 4461 человек выздоровели. 520 пациентов продолжают проходить курс лечения в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19. 942 проходит лечение на дому, поскольку переносит заболевание в легкой степени или бессимптомно. В условиях стабилизации эпидемиологического режима и обстановки по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова региональный Минздрав совместно с медицинскими учреждениями разрабатывает план по постепенному возвращению лечебных учреждений в привычный режим работы и возобновлению плановых операций в полном объеме. В настоящее время разработан план-график возвращения к оказанию специализированной медицинской помощи хирургической службой клинической больницы номер 5 города Тольятти. А это оказание помощи больным с хирургическими заболеваниями органов грудной и брюшной полости, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, лорорганов и челюстно-лицевой хирургии, гинекологии, а также больным с острым нарушением мозгового кровообращения. Это произойдет не позже 25 августа 2020 года, но в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и в городе Тольятти. При этом избежать последствий заболевания, сохранить свое здоровье, свою жизнь порой поможет соблюдение самых простых профилактических мер. Ношение маски, обработка рук. Я в очередной раз призываю вас не пренебрегать такими простыми, но эффективными мерами. Более того, настаивайте, что и те, кто вокруг вас также надевали маски и также были осторожны и находились от вас на достаточное расстояние. Метр, полтора метра и два метра. Всего вам доброго. Желаю вам здоровья. До сентябрьских выборов в городские и сельские парламенты региона остается чуть больше месяца. В этом году они пройдут по-новому, и это связано не только с пандемией коронавируса. Вместо единого дня голосования россияне смогут сделать свой выбор в любой из трех назначенных дней. К предстоящим выборам готовится и партия «Справедливая Россия». Депутат Госдумы Дмитрий Ионин специально прибыл в Самару, чтобы встретиться с кандидатами в депутаты. Какие задачи сегодня ставит перед собой партия «Справедливая Россия»? Подробности в нашем следующем репортаже. Как завоевать доверие избирателей, как грамотно провести предвыборную кампанию, а также добиться успехов в политике? Об этом депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин рассказал единомышленникам. Для этого он специально приехал в областную столицу. Кандидатов волнуют насущные вопросы, такие как система обращения с твердыми коммунальными отходами. Эту тему они подробно обсудили с депутатом Государственной Думы. Наша задача, в конце концов, чтобы люди платили меньше, чем платят сегодня по нормативу. А. И Б. Чтобы действительно этот мусор был раздельный, чтобы не захоронять. Потому что давайте честно, в Самарской области не простая ситуация с полигонами. Полигоны заполнены. Когда это все заработает, когда будет строиться новых полигонов, планы есть, но планы, реальность, разные вещи. Тем более сейчас в условиях пандемии, сложной экономической ситуации, сложно говорить, когда это конкретно будет. Поэтому у нас задача поддержать вот этих активных, неравнодушных людей, которых в Самаре, по моему опыту, а я курирую работу Центра защиты прав граждан в ряде регионов, в Самаре, честно сказать, народ более активен в вопросе отстаивания своих жилищных прав, своих прав как собственников жилья. Планы и задачи партии на ближайшее время обозначили и в Тольятти. Встречу с кандидатами в депутаты со всей области провел председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Самарской области депутат губернской думы Михаил Моряхин. Я хочу без тени сомнений сказать, что наступило время перемен. Действительно, в политику приходят молодые, амбициозные люди. Люди, настроенные, нацеленные на результат. Результат будет в сентябре, конечно, а сейчас время, когда они должны доказать своим избирателям свою эффективность. Партия «Справедливая Россия» по итогам конференции выдвинула более чем 700 кандидатов. Это практически в каждом районе, в Самарской области у нас 27 районов и 8 городов, где проходят выборы. Поддержка инвалидов, ремонт дорог в сельских поселениях, оплата коммунальных услуг. Кандидатов в депутаты сегодня волнует масса актуальных тем. С каждым из вопросов в штабе партии готовы помочь, направить и сделать все необходимое, чтобы добиться результата. Самое главное – подчеркнуть, что партия «Справедливая Россия» – дружная партия, и у нас очень быстро и эффективно работает депутатская вертикаль. Когда любое обращение депутата к депутату сельского поселения, депутата сельского поселения, депутата в законсобрании или депутата в Государственной Думе происходит быстро, и человек получает поддержку. Эти выборы в Самарской области как никогда важны для небольших городов и районов. Ведь те, за кого проголосуют избиратели, будут представлять интересы людей в городских думах, собраниях сельских поселений и депутатских советах внутригородских районов. В этом году избирательная кампания пройдет в Жигулевске, Кенеле, Октябрьске, Отрадном, Чапаевске, а также в городских районах Самары, Ставропольском районе и других муниципальных образованиях региона. Татывик Бабаян, Евгений Черемин, Новости Тольятти. Семьи просят о помощи. В минувшую пятницу в Автозаводском районе произошел пожар, в результате которого сгорели сразу три квартиры. Все случилось в доме номер 11 по Московскому проспекту. Жильцы успели лишь одеться и взять документы. При пожаре никто не пострадал, но вот большую часть имущества спасти не удалось. На данный момент причины масштабного пожара выясняются с подробностями ЧП Василий Логинов. Пожар, судя по первичным данным, стартовал с балкона квартиры на третьем этаже. К несчастью, жильцы слишком поздно обнаружили возгорание. Потушить огонь собственными силами не представлялось возможным. Оставалось лишь эвакуироваться, а огонь тем временем уничтожал комнату за комнатой. В основном вот эта комната пострадала, детская полностью тоже сгорела. Это вот детская, да? Это была детская комната. Так как балкон идет полностью, он идет на все две комнаты, соответственно, вот это все тоже сгорело. То есть здесь, ну, сколько вот гибели было, оно все восгорело. С балкона и окон квартиры третьего этажа огонь перекинулся на балкон квартиры четвертого этажа. Жаркая погода, безусловно, поспособствовала такому быстрому распространению пламени. В итоге что-либо противопоставить пожару не смогли, и жильцы квартиры на четвертом этаже им также пришлось эвакуироваться. Их жилище тоже сильно пострадало от огня. Здесь стоял компьютер тоже, он выгорел вещи, которые здесь были, они тоже от температуры поплавились. Была очень высокая температура, поэтому все, что было наверху, оно сразу пришло в недвижимость. Пойдемте пока больше. Да, да. Здесь висел шкаф с детской литературой, с книжками. Все, все это выгорело полностью. Оконная рама, она вывалилась тоже, все, все сгорело. Менее всего пострадала квартира на пятом этаже, и там жильцы решили самостоятельно справиться с нанесенным уроном. А вот квартирам на третьем и четвертом этаже действительно досталось. Автор видео с места событий, волонтер Антон Глетчеров и сами пострадавшие обращаются с просьбой о помощи ко всем неравнодушным тольятинцам. Добрые люди, поможем, чем мы сможем. Контакт на телефон жителей третьего этажа я укажу. Обращайтесь по любому поводу, любая помощь будет приятной. Добрых людей у нас много. Здесь сильный жар. Василий Логинов, новости Тольятти. Практически ничего не осталось в этой комнате. Натуральные продукты, товары высокого качества и приятные цены. В Тольятти вновь вернулась белорусская ярмарка. Удачно совершить покупки можно до 31 июля на Центральной площади. Наш корреспондент Юлия Владимирская узнавала, за что тольяттинцы так полюбили белорусских производителей. На белорусской ярмарке знакомые каждому с детства ароматы. Молочные и мясные деликатесы, приготовленные по традиционным рецептам, отличаются натуральным вкусом и отменным качеством. Есть твердые сыры и разнообразие сливочных сортов. А угощения к чаю известных белорусских фабрик гарантия отличного настроения. Продукты приготовлены по ГОСТам советских времен. Их уже оценили покупатели. Каждый приезд в белорусской ярмарке я обязательно 2-3 раза за эту неделю посещаю эту ярмарку. Приобретаю в основном продукты, очень вкусные продукты. Сыры какие очень вкусные, колбасы, полукопченые, рубленое, настоящее мясо. Товары представлены в широком ассортименте от пищевых продуктов до фирменной белорусской косметики. На ярмарку приходят всей семьей. Ведь здесь можно подобрать одежду и аксессуары на любой случай жизни и сезон. Все качественные, удобные и цвета хорошие. Для повседневной носки и для тепла очень даже хорошо. Белорусская ярмарка будет работать на центральной площади до 31 июля. Время работы с 10 утра до 19 вечера. А теперь о погоде. Рубрику представляет салон Штор Аллегра. Хорошие ткани по низкой цене. Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. Акции, облигации, валюта. Пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера Финан. Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. Финан. Помогаем зарабатывать. Поехать на дачу в электричке, чтобы отвечать на вопрос. Твоей маме зять не нужен? Себе дороже. Ситимобил. Таксипортация за город. Себе дешевле. Санитарный экспресс. Мы помогаем круглосуточно и без выходных. Перевозки лежачих больных и людей с ограниченными возможностями по Тольятти, Самарской области и всей стране. Оказываем услуги под ключ. Перевозка пациента от кровати до кровати. Спуск и подъем на этажи. Запровождаем и ожидаем клиента во время проведения диагностических мероприятий. Специально оборудованный транспорт. Постоянным клиентам скидки. И на этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. ВАСТВ.РУ и в мобильном приложении Тольятти 24. В студии работала Татевик Бабаян. Всего самого доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова